Хотелось бы обратиться к юношам и девушкам, к мужчинам и женщинам, особенно к тем, кто очень неравнодушен к современной моде. Не смотрите на тенденции современной моды как на вещь безобидную. Не забывайте о том, что современная западная мода, новые направления в моде, они не просто диктуют ту или иную форму одежды. Они еще в себе несут нечто другое. Они являются частью определенной пропаганды, целеустремленной пропаганды распространения в обществе тех ценностей, которые им нужны. И поэтому всегда относительно своей одежды рассматривайте эти условия, которые были вышеупомянуты. Правилами моды для нас должны быть эти условия. Ведь эти условия касаются, некоторые из них, почти большинство из них, касаются не только женского одеяния, женской одежды, но и мужской. Сегодня обратите внимание на мужскую одежду, на мужские брюки посмотрите. С каждым днем мужские брюки, будь это джинсовые брюки, будь это любые брюки, постепенно превращаются во что-то похожее на колготки. И это запрещено. Мусульманин, мужчине также запрещено носить облегающие брюки, которые подчеркивают формы, рельеф его тела. К сожалению, есть очень много людей, которые поддаются этой пропаганде и пытаясь угнаться за современной модой, далеко уходят от норм, установленных Создателем, Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах, обращаясь к Мухаммаду, салли Аллаху алейхи вассаляма, в аяте говорит, «Юднина алейхинна мин джалаби ибихин», говорит Аллах, пусть они приближают, то есть одевают на себя покрывало. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эта одежда должна быть свободной. Женская одежда должна быть свободной. Также посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, в своем хадисе, известном хадисе, запрещает и говорит, что Всевышний проклял из женщин тех, которые уподобляются мужчинам, и из мужчин тех, которые уподобляются женщинам. Если сегодня обратить внимание на современную моду, именно как раз в этом направлении и работает современная мода. Мужчины с каждым днем одеваются непонятно во что, но только не то, что соответствовало бы мужчине, а женщинам. Женщину пытаются одеть. Сначала ее одевают в мужскую одежду, а потом постепенно пытаются лишить ее женственности, сделать из нее полуженщину и полумужчину. Поэтому это не просто мода. Это часть пропаганды, часть чуждой нам культуры. Хотелось бы, чтобы об этом никогда не забывали и в одежде соблюдали, четко соблюдали веления и запреты нашей религии, которая нам не спослана, нашим Создателем, нашим Творцом, Всевышним Аллахом, Который лучше всех ведает и знает, что для нас благо, а что для нас зло. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует... Продолжение следует...